Привет, друзья! С вами Резмитрий Лорошенко. Сегодня поговорим о восстановлении срока для подачи искового заявления по трудовым спорам. Очень часто приходится обращаться к гражданам в связи с трудовыми спорами, с работодателем Государственной инспекции по труду или прокуратуру, то есть решать вопрос защиты трудовых прав именно во внесудебном порядке. И после того, как, например, вам приходит отказ в рассмотрении дела или рекомендация из Госинспекции по труду или из прокуратуры, что вы можете обратиться в суд, соответственно, следующей инстанцией у вас является уже судебный спор. Но надо помнить, что по увольнениям с момента оформления приказа для получения трудовой книжки у вас месяц для подачи искового заявления в судебном порядке. Это статья 392 Трудового кодекса, поэтому там фактически по увольнению месячный срок для подачи заявлений в суд. А мы прекрасно понимаем, что если вы подали обращение в Госинспекцию по труду, в прокуратуру, срок 30 дней, и фактически вы затягиваете с подачей искового заявления, пропускаете данный срок, и часто суды выносят определение, соответственно, об отказе в рассмотрении вашего искового заявления по существу, в связи с тем, что, значит, отвечик в досудебной подготовке, в предварительном судебном заседании заявляет ходатайство о том, что нужно суду применить последствия пропуска срока на обращение в суд, и суды, естественно, могут отказать в связи с тем, что у вас пропущен срок. Но есть практика Верховного суда, где, значит, указано о том, что если вы обращаетесь в Госинспекцию по труду, в прокуратуру, причем были отсылки судов, что именно прокуратура и Госинспекция по труду не относятся к органам по рассмотрению трудовых споров, но, однако, они, что Госинспекция по труду, что прокуратура, они принимают, уполномоченными являются органами для того, чтобы принимать решения в отношении работника о защите его прав. И, соответственно, работник имеет право до судебной подготовки обратиться в Госинспекцию по труду в прокуратуру для того, чтобы, значит, регулировать спор именно во внесудебном порядке, а не заниматься судебными спорами, нанимать юристов, адвокатов и так далее. То есть такой порядок, он имеется и у Госинспекции по труду, и у прокуратуры, есть полномочия для проведения соответствующих проверок, имели ли место нарушения прав и так далее. Вот с этой отсылкой и, соответственно, делает, обращает на это внимание Верховный суд. И у нас есть постановление от 2004 года, номер 2, где разъясены именно уважительные причины пропуска срока в обращении в суд. Но там есть отсылка, что на обстоятельства, которые послужили для пропуска срока, естественно, обращать должен внимание суд. И такими обстоятельствами может быть и болезница, и нахождение в командировке, и различные непродаримые силы и так далее, которые могут возникнуть именно в процессе, в этот период месячного срока. И в этом постановлении не указано о том, какие конкретно перечень оснований, по которым суд имеет право вам отказать в принятии иска. Поэтому в данном случае, если вы написали заявление в госинспекцию по труду в прокуратуру, ждете ответа и пропускаете в связи с этим месячный срок для обращения в суд, в связи с тем, что вы получили позже установленного этого месяца ответы, и, например, поняли, что госинспекция по труду в прокуратуру вам не может помочь решить ваш трудовой спор, вы подаете из суд, и если ответчик судебной подготовки заявляет ходатайство применения к вам именно вот этого последствия пропуска срока по подаче заявления, то обратите внимание, во-первых, есть у нас определение Верховного суда 2018 года, где разъяснены именно вот эти последствия, именно обращения в госинспекцию по труду и в прокуратуру, где было указано о том, что данное обращение не является основанием для того, чтобы суд отказал. То есть само по себе обращение работника по вопросу незаконного увольнения в госинспекцию по труду и в прокуратуру указано в этом постановлении, в определении Верховного суда с целью защиты своих трудовых прав именно во внесудебном порядке является уважительной причиной пропуска срока для обращения в суд. Поэтому если со стороны ответчика, это часто бывает, что ответчик именно сразу заявляет на досудебной подготовке, особенно когда есть со стороны адвокат присутствия, со стороны работодателя, то есть проходит определенная такая проверка на реакцию вашу суда, поэтому сразу можете делать ссылку на это определение. Если у вас возникнет такой спор, напишите в комментариях, я вам делаю ссылку на это определение. И также прошу обратить внимание, что на вот это постановление Верховного суда 2004 года не развесено, что в качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, которые вам препятствовали для обращения, но там не указано конкретизации, значит, вот этих обстоятельств, поэтому все на усмотрение суда. Так что, если будет заявлен такой со стороны представителей работодателя, во-первых, обращайте внимание на определение суда по данному вопросу, а во-вторых, обращайте внимание на постановление того же Верховного суда 2004 года, в котором нет конкретизации обстоятельств. И также просите суд, что в данном случае у вас была необходимость обращения во внесудебном порядке, кроме того, вы писали претензию работодателю, соответственно, тоже ждали от него ответ. И в совокупности вот эти обстоятельства, они послужили пропуском, если действительно такое у вас произойдет. И еще раз подчеркну, что срок для обращения за разрешением именно трудового спора по увольнению в течение одного месяца со дня вручения вам копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки в данном случае. Вот такие обстоятельства. Так что спорьте, если ваши права нарушены при увольнении работодателем, у вас есть месяц для того, чтобы регулировать этот вопрос не в судебном порядке, обращайте в госинспекцию по труду, в прокуратуру. В принципе, процент достаточно высокий, то есть инспекторы госинспекции по труду помогают. Документарная проверка, точность прокуратуры, тоже для работодателя. Это определенные некомфортные обстоятельства. Никто не хочет, чтобы к нему проходила документарная проверка, потому что за госинспекцией придет прокуратура, придет налоговая и так далее. Ну и также обращаю внимание, что вне судебный спорядок необходимо также отправить претензию работодателя о том, что вы не согласны с таким-то приказом и так далее, просите его отменить. И уже далее подавать иск в суд. Спасибо, что посмотрели данное видео. Успехов вам в решении трудовых споров и других. Всего доброго.